Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Данали, и сегодня у нас очередное обновление в Star Stable Online, которое связано с радужным праздником, которого долго не было. И просто седлайте своих коней, или берите печеньки, и поехали! Давайте начнем с того, что я действительно очень хотела это обновление заснять в своем прикольном образе на Аравии в радужном стиле. Но у меня каким-то образом сложился вот этот, вот просто вот это вот облачко. Я называю себя Эльф Облачко, потому что я не знаю, как я дохожу сейчас до таких вот образов, потому что я их раньше бы даже одеть бы на себя не заставила. А тут, бац, и я надеваю такие странные комплекты, и почему я бегаю в них, пока качаю каждую лошадь. Просто посмотрите, какое классное оформление праздника. Насколько я помню, в прошлом году, кстати, праздника не было из-за каких-то причин. Не знаем о каких. Давайте будем считать, что из-за эпидемии коронавируса праздник в честь радуги. Вот, его отменили или перенесли. А теперь все в шариках. В форт Пинте развивается радужный флаг. И, ребята, если кто-то считает, что вот, чему учит игрушка. Ребят, чему она учит? Давайте начнем с того, что я вот, допустим, не знал ее, ту тему, которую все сейчас привязывают к радуге. Я бы просто бегала, хотя до сих пор, в принципе, и бегаю, и радуюсь, что это просто праздник радуги. Просто праздник радуги, не более. То, что вы там себе накручиваете все, и то, что на этом все сильно делает акцент, это ненормально. Ненормально. Была же шутка, что хотят серии запретить в плоти для цветных кирандрашей? Как? Почему? Они же продаются в цветах радуги. Ребят, это бред. Это праздник радуги. Людей это повод собраться просто. Это классное мероприятие. Смысл? Каждый придает свой. И находит, скажем так, людей, которые тоже разделяют его мнение. И поэтому одну и ту же вещь все видят по-разному. Главное найти единомышленника и пожалуйста. Кто бы что мне ни говорил, для меня это просто праздник радуги. И не более. Вот я, к примеру, хочу, что пока есть такая вот возможность, такие парады, которые сейчас будут проходить ежечасно. Я хочу собрать своих самых дорогих ССОшных друзей. Это Каролин, это моя сестра, это мой парень. Они все есть в ССО, но все они так редко заходят. И я хочу в честь этого радужного праздника собраться и вместе наделать фоток, чисто чтобы было как память. В общем, вот такое вот тут, все такое красивое, все такое классное. Я почитала, да, я почитала уже текст обновления. В общем, впервые в жизни я успела что-то заснять и выложить вот это вот раньше, чем об этом написали. Потому что обычно я попадаю в просаг и о чем-то я узнаю вообще не сразу, а, наверное, даже самое последнее. Да, что же в этом обновлении? В магазине что-нибудь добавили? В магазине ничего не добавили, но к нам прилетела наша любимая путешественница. И я сейчас хочу добежать до нее и посмотреть, похоже, у нее новый комплект в магазине радужный. И я просто настроена его купить. Мне очень сильно нравится ощущение того, что, во-первых, у меня будут вещи, которые появляются в магазине не каждый божий день. Это какое-то достоинство. И спустя годы, допустим, да-да, вы сможете, может быть, купить этот комплект, но я буду знать, что я его скупила в первый день, в день обновления. И я этим горжусь. И вот вы даже не представляете, я до сих пор безумно радуюсь, что буквально, кажется, в последнюю неделю Джоджи, когда на Юрике была Джоджи Сива, я в последнюю то ли полторы, то ли одну неделю дала себе пиночка и заставила собрать все, что только могла, и скупить почти все, что можно. Вот так вот мы приехали. Так, что тут у нас? О, народу просто целая туча, туча на белом облачке. Так, напоминаю, что ежедневно у нас тут будет задание с вот этими облачками, собрав которые мы сможем получить опыт. То ли оно ежедневное, то ли один раз в день. Здесь также вы можете почитать книжки. Если вы в первый раз приходите в эту локацию, у вас будет определенное задание по сбору вещей, предметов для нашей путешественницы. Я не помню, как ее зовут, честно. Да, меня всегда радовало вот это облачко, которое по факту является колоссом. Но по сути это душевая для лошади, мне это так нравится. Да, вот это вот мой магазинчик. О, ребята, радужный. Рюдзак. Я рюдзак. В тебе есть, я надеюсь, место, чтобы все это унести. Да, кстати, вот я купила, я не помню где, в Эйлдоле, кажется. Я купила вот такой вот вальдтрэп для ковбойской езды, мне он почему-то очень сильно понравился. Так, не отвлекаемся. О, ребята, сколько бантик. А вот, кстати, если кто-то спрашивал меня как раз про комплект, то, возможно, когда-то он давался за коды. Я не уверена, если честно. Но я вроде бы за него деньги не платила, потому что вот это я платила денежку здесь в ССО, чтобы получить этот комплект. А вот все остальное я, по-моему, получила с помощью кодов, насколько я могу помнить. Так, ой, ребята, на рюдзак-то надо было почистить, у меня же места нету. А хотя я знаю, мы сейчас попробуем сделать так. Что из этого больше всего подойдет в данный момент моей лошадке? Ребята, я очень не хочу, на самом деле, сокращать это видео, потому что как-то хочется общения с вами. Так, вот это вот мы одеваем. Ой-те-бозь, ё-моё, теперь мы летающие облачка. Так, купить. А, давай вот так вот. Купить. Купить. Зачем мне столько бантиков? Я не знаю, учитывая вообще тот факт, что я амуницию даже на лошаде не одеваю. Хотя у меня появляется мысль, что у меня становится такое количество амуниции, что может быть действительно на каждую лошадь приблизительно для красоты одеть свою амуницию. Потому что у меня действительно ее становится уже слишком много. И она становится типовой, то есть почти одинаковая. Разница только в оттенках. Те же выездковые, ой, те же конкурные седлы, уздечки и седла вестерн. Ага, они разные, да? У меня так учится, что я как будто уже дубли покупаю. Нет? Еще нет? Хе, еще не покупаю. Ну ладно. Вот. А потом я так задумалась. Нет, я люблю, когда у меня лошадки стоят в дониках. Либо без ничего, либо только с недоустками по возможности. По возможности, да. Но сейчас у меня такой возможности, к сожалению, нет. И у меня закончилось место. Помогите. Похоже, мне придется сюда возвращаться. Так что давайте-ка я, наверное, все-таки быстренько сбегаю до конюшни, вернусь и докуплю все, что здесь есть. Итак, все, я все сняла, все переодела. Давайте докупать. Где у меня тут что у меня осталось-то вообще? А, вот раз бантик. И вот этот бантик. А все остальное, чтобы купить. Чтобы такое купить. Итак, эти бантики у меня есть. Давайте вот недоуздок купим за шиллинги. У меня еще шиллинги остаются. На гавочки. На гавочки мы купим за шиллинги. А, все остальное, по сути, самое дорогое. Давайте купим за СК. Я прям... Ну, вы знаете, у меня СК есть. И я хочу этот комплект целиком. Поэтому я его... А, вот у меня еще на сумку хватит. Я его скупаю. Я пока, кстати, не знаю, на кого я его одену. Так, я все скупила. Уздечку забыла. Уздечку. А, СК канули. СК канули. Но давайте прямо сейчас переоденемся. Абракадабра. Давай переодеватус. Сментус. Внешнус. Красивос. Элегантнос. А, ну да. Теперь у меня бантики, не комплект. Ну и ладно. Да, пожалуй, так. Ой, какая красотень, ребята. О, слушайте. А классно смотрится на белом арабе. Мне нравится. Вот так вот из белого облачка я превратилась в радужное облачко. Слушайте, ну супер, мне нравится. В этом обновлении, значит, нам добавили функцию, которую мы уже все знаем. Те, кто находится в игрушке. Нам добавили, значит, препятствия в загоне в Морландии около Лоретты. Ну, вы видео об этом уже видели. Вот. Но в обновлении это только сейчас написали. Также теперь, если кто не заметил, мало ли привычка старая. Теперь, когда вы садитесь на лошадь, вы можете сразу начать на ней движение. Не дожидаясь, пока ваш персонаж сядет окончательно. Мне кажется, с этой функцией как раз в облике вестинского комбоя. Очень классно начинать разгон и бегать с друзьями по этим же самым облакам. Кстати, я заметила, что тут облачка с грозой. Не помню, было оно или нет. Но мне никогда не дает покоя вот этот облачный замок. Когда-нибудь, я надеюсь, облачное королевство откроет нам свои ворота. И мы сможем там оказаться и помечтать. И представить, как будто мы находимся в мультике Барби и Лошевство Пегаса. А на следующей неделе, ребята, ждет самое страшное. Вы уже знаете, что Стар Стейбл... Ой, здесь не получится увидеть, что Стар Стейбл обновил почти всю территорию своей игры. До новой модельки, до нового уровня. И на следующей неделе мы увидим, как же выглядит в обновленном виде наша любимая серебряная поляна. Я, если честно, очень этого жду и очень сильно боюсь. Потому что ферма Стива одно из культовых мест, которые, мне кажется, очень опасно менять. Это даже чем-то чревато, но чем не знаю. Но все-таки очень интересно, как же оно будет выглядеть в новом виде. Может быть, оно станет совсем не похоже на ту ферму Стива, которая есть сейчас. Поэтому, если вы очень сильно любите старую ферму Стива, советую, бегите, делайте скриншоты, фотографии с собой, с друзьями. Просто фон, чтобы на рабочий стол можно было поставить. Потому что уже в следующую среду мы не сможем вернуться на нашу старую любимую ферму Стива. На этом все. Я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам и до встречи в следующих видео. И приятной прогулки по облакам.